Приветствую вас. В первую очередь, вообще нужно восстановить какую-то хронологию событий, потому что пока не очень понятно, вы говорите, что ребенок плачет и из-за этого его дразнит, а потом вы говорите, что ребенок плачет как раз-таки из-за того, что его дразнит. То есть, если у вашего ребенка внезапно начались слезы, или если ваш ребенок внезапно начал реагировать на все через всю раму цены, это одно. Если это началось в результате каких-то событий изменения, то это немножко другое. То есть я, честно говоря, исходя из вашего текста, не понял, в какой хронологии это все развивалось у вас. Вот. Это первое. Второе. Слюзы это жалость. Это... Ну, реагирование, да? На какие-то внешние раздражители через жалость. И как результат, мы имеем вот такие проблемы. Это значит, что человек себя жалеет, но вопрос заключается в том, на самом деле, чего он себя жалеет. То есть, вопрос заключается в том, как человек пришел. Пришел непосредственно к тому, чтобы себя жалеть. Это может быть из-за ощущения несправедливости. Ну, просто вот. Такое чувство несправедливости. Это может быть из-за недостатка любви к себе. Такое тоже бывает. Когда человек не привык принимать что-то в себе, например, а ждет, что его будут принимать другие, вот. Например, по ЦПВА. Когда вы хвалите постоянно человека, да, и мало ругаете. Вот. На самом деле, хвалите ругаться. В общем-то, за некоторыми нюансами и исключениями, это одно и то же. Поэтому здесь нужно смотреть. Не исключено, что слезы могут быть результатом невыраженных эмоций, которые ребенок не выражает непосредственно в кругу своей семьи. То есть, с вами. Такое тоже может быть. То есть, если в вашей семье не принято выражать некоторые чувства, то могут быть и слезы в этом ключе. А негативные, так сказать, триггеры, да, пусковые механизмы, это всего лишь повод. Дальше. Может быть, это некоторая сдержанность или, наоборот, лишняя эмоциональность кого-то в семье, на кого равняется ребенок. Может быть, это следствие отдаления от отца. То есть, ну, вообще, это немного женское поведение, да, больше присутствует, чем женщина. Плакать по любому поводу. Ну, не означает, что женщина плачет по любому поводу. А слезы, в принципе, это больше женская такая же ситуация. Хотя, это тоже не означает, что мужчина плачет. Плакать не может. Вот. И, соответственно, здесь воля-неволе с этим вопросом, как общается ребенок с отцом, и какой образ поведения, образец поведения транслирует ему отец. Потому что, если образец поведения такой, больше женственный, не мужественный, то, собственно, отсюда такое вот поведение. Вот. То есть, тут нужно смотреть на именно отношения в семье. Вот. На то, как ребенок взаимодействует с членами семьи и, собственно, какие есть обычаи, обычаи, негласные правила в семье, да. Вот. Следующий момент. То, что вы его ругаете, редко, крайне, и в основном хвалите. Вот. Это тоже достаточно спорное, достаточно сомнительное. Потому что хвалить по поводу без повода, это, в общем-то, делать ребенка уязвимым к неудачам, да, уязвимым к ошибкам, вот, зависимым от этой самой похвалы. И, вместе с тем, это снижение значимости похвалы. Вот. Это отличение от какого-то критического такого взгляда, от критического мышления по отношению к себе и принятия своей, собственно, неидеальности. Для ребенка порой очень такая большая неожиданность. Вот. Ребенок неожиданно для себя осознает, что неидеально, это достаточно тяжело дается. Вот. Так что здесь модель взаимодействия с ребенком я бы тоже рассмотрел более подробно. Например, какую мотивацию вы имеете ребенка хвалить, да, и очень редко ругать. А кто вам вообще сказал, что нужно ребенку хвалить или ругать, да, то есть тут мне кажется, нужна модель поведения, модель взаимодействия с ребенком менять, ну, не диаметрально прямо, конечно, но достаточно серьезно нужно менять, по моему мнению. Вот. И делать его более таким ровным, вот, более реалистичным и более искренним, потому что, ну, хвалить за все, ну, сами понимаете. Есть вещи, которым вы сами, в принципе, не рады. Есть вещи, которые, ну, вам самим, я имею ввиду, вам и отцу ребенка все равно. И, как бы, неискренность, она тоже порождает тревожность, и тревожность мешает ребенку доверять себе, и, соответственно, делает слезы, плачь. Единственным способом прожить какие-то истинные, настоящие чувства. Наконец, последний, наверное, момент, но от этого не менее важный, это то, что вы используете мы, то есть вы говорите, что мы его хвалим, мы его редко ругаем, мы, вот, кто такие мы? Кто такие мы? Мы, на самом деле, не существует, но это слияние. Вот, механизм слияния, можете почитать в интернете, что это такое, я сейчас не буду об этом говорить. Вот, но важно другое, что при слиянии теряется идентичность человека, ну, что логично. Даже если вы не знаете, что такое механизм слияния, ну, скорее всего, не знаете, то исходя из значения слова, вы можете это понять, что слияние это смещение, соединение чего-то, да? С чем-то, одно с другим. И при этом идентичность того, что тех элементов, которые соединяются, теряется, ну, а является идентичность вот какая-то такая, более общая. И проблем в том, что в человеческих отношениях более общая идентичность, например, идентичность, там, семьи, идентичность класса, если мы говорим о школе, идентичность компании ребят, если мы говорим о группах, вот, ну, никак не помогают, помогают человеку почувствовать свою собственную идентичность, почувствовать себя собой. А поскольку возраст возрастковый, возраст это борьба, борьба это протест, вот, это непринятие, это отторжение, вот, то, соответственно, против этого ребенок бунтует. Надо сказать, что бунтует вполне правильно. Сейчас ваш ребенок, по моему мнению, борется за свои собственные границы, за свое собственное личное пространство, за право быть самим собой, если ему не помочь, может быть в будущем достаточно серьезная проблема. Поэтому, в первую очередь, вместе с мужем обращайтесь на консультацию сами, поработайте со психологом, поговорите, вот, ребенок это ваше отражение, ребенок это ваше отражение, соответственно, работать нужно не с ребенком, а с вами измените вы свою модель поведения, изменится ребенок, вот. Так вот, на этом все, я надеюсь, что помог вам, я вам желаю всего самого доброго, удачи, надеюсь, что ситуация разрешится и вы сможете помочь себе и своему ребенку быть в гармонии. Субтитры создавал DimaTorzok